В самую большую козью ферму Края дорога все еще под замком. И это несмотря на решение прокуратуры. В прошлый раз здесь стоял один шлагбаум, который установило садоводство Звездный-2. К нему добавили электронный. И проблемы давить начали на соседнее садоводство, через которое к ферме ведут электричество. У них, если я выключила бы свет, у них просто умерло бы хозяйство, козы. Понимаете? Им и так очень тяжело. Администрация Первомайского района оформила на часть земель сосняка публичный сервитут, чтобы провести сети в сторону фермы. Проще говоря, этот участок теперь государственный. Собственники одной из улиц садоводства напуганы, боятся, что их улицу перекопают. И там проложат путь для тяжелой техники фермеров. Фермеры, в свою очередь, уверяют – это слухи. Но дачники продолжают винить своего председателя. А параллельно кто-то пишет правоохранителям анонимные доносы. Нас на эти, на согласование этих публичных сервитутов не приглашали. Поэтому мы вообще не в курсе. А получилось, что как будто я их продала, эти сервитуты, земли продала. Понимаете? Идет вся грязь. Вот четыре месяца у меня уже просто здоровья нет. Сосняк постоянно проверяют различные инстанции. Такое же давление испытывают и сами фермеры, у которых и без того проблемы. Шлагбаум «Звездного-2» закрывают единственную дорогу для провоза корма и вывоза молока. В том числе создается социальное напряжение с фейковыми новостями всевозможными. Якобы мы строим там дороги через каких-то садоводов. И проверки, в том числе от многих инстанций, рейдовые осмотры не прекращаются постоянно. То есть приезжают в том числе и без документов. И это в период пандемии, когда особым распоряжением все проверки предпринимателей до конца года запрещены. Нарушается и закон, который запрещает проверять юрлица по анонимным обращениям. Игнорируется предписание убрать шлагбаум. По словам общественников, вопросов к истории много. К примеру, пытаются оградить на дороге к ферме фиктивный дачный участок. Вероятно, чтобы создать впечатление, мол, дороги здесь никогда и не было. Хотя, по словам юриста, этот участок относится к землям Гослесфонда. А значит, строить псевдо-огород незаконно. Остается ждать решения суда, пока самая большая козья ферма в крае продолжает нести убытки. По-человечески так нельзя. Вот просто нельзя. Алтайский край. Убитый край. Андрей Дриер, Андрей Печеркин. День с толком.